НОВОСТИ И ТРЕНДЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ МНЕНИЕ СПИКЕРОВ МОСКОУ БРЕСТ МИТИН Какие тренды за последний год? Ну, наверное, прежде всего то, что мы уходим от текстуры. Всё больше и больше мы уходим в сторону имплантов менее вырастающих. Это касается всей нашей планеты. И мы начинаем учиться работать с имплантами с менее агрессивной текстурой, либо вообще с гладкими имплантами. Это накладывает определённую осторожность во время оперативной техники, заставляет предугадывать возможные осложнения. Второй тренд – то, что мы всё-таки идём в сторону менее травматичных операций, когда мы пытаемся сохранять большую грудную мышцу по возможности, если пациентка, конечно, не совсем худая, и делать композитный вариант увеличения груди, там липофилинг плюс имплант небольшого размера, опять-таки препекторально или субфасциально, как это называют. Мы всё больше уходим в эту сторону тоже, в эстетической хирургии. Уже не говоря, что это часто встречается в реконструктивной сейчас. Ну и третий тренд – на сегодняшний день у нас на российском рынке появился аппарат, который позволяет визуализировать индоцианингрин. Надеюсь, что мы скоро сможем использовать этот препарат не только для определения перфузии, но и для выполнения биопсии сигнального лимфоузла. Методика существует уже давно во всём мире. Надеюсь, что в России она станет рутинной и скоро будет введена в практику повсеместно. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров – Moscow Breast Meeting.